Какие обновления мы обнаружили в классификации Всемирной организации здравоохранения? Какие обновления мы обнаружили в классификации Всемирной организации? Какие обновления мы обнаружили в классификации Всемирной организации? Он сохраняется и, видимо, эта концепция будет доминировать довольно продолжительное время, потому что она зрелая и имеет определенные доказательства под собой, в первую очередь молекулярно-генетические. Более того, сохраняется представление об этапном меланомогенезе, об этапном канцерогенезе этих новообразований, хотя не для всех локаций у нас есть промежуточные этапы развития от доброкачественного к, безусловно, злокачественному меланомогенезе, но тем не менее эта концепция сохраняется и в действующей классификации. Несколько более обширная подробная информация сейчас представлена для промежуточных новообразований, которые, безусловно, всегда вызывают вопросы у клиницистов и у патологов, потому что это те новообразования, которые непонятно, что с ними делать. И, собственно, это категория сампус или поверхностная типическая меланцитарная пролиферация или интроэпидермальная типическая меланцитарная пролиферация неопределенного значения. На сегодняшний день уже количество данных накопилось, и мы понимаем, что вот эта неопределенность значения ассоциирована в первую очередь с возможностью персистенции, рецидива или локальной прогрессии этих новообразований. То есть эти опухоли, к правилу, не имеют потенциала к метастатическому течению и не ассоциированы с опухолеспецифической смертностью. То есть мы говорим о локальных проблемах, о локальных изменениях, если мы видим какие-то проявления АТП в этих новообразованиях. И с точки зрения морфологии это, конечно, образование, требующее дифференциального диагноза с поверхностными меланомами в радиальной фазе роста. Что касается мелтумб или меланцитарной опухоли с неопределенным потенциалом злокачественности, это новообразование, которое помимо эпидермального имеет еще и дермальный компонент. И, собственно, этот дермальный компонент и вызывает вопросы, но, тем не менее, морфологически эти опухоли не имеют достаточно критериев, чтобы однозначно назвать их меланомой. Однако они ассоциированы с определенным риском агрессивного течения, в том числе с развитием локорегиональных и дистантных метастазов и с опухолеспецифической смертностью, хотя и в очень низком проценте случаев. Тем не менее, на сегодняшний день рекомендации призывают нас, с одной стороны, указывать, какой патогенетический вариант развития меланцитарного образования с промежуточными характеристиками имеет место быть. То есть это образование ассоциировано с периодической инсоляцией или это, допустим, нечто промежуточное, что развивается из голубого невуса или на фоне голубого невуса. Кроме того, с точки зрения репортинга, конечно, в таких промежуточных образованиях на сегодняшний день следует указывать, помимо патогенетического варианта, еще и те характеристики, которые могут быть использованы для стадирования. То есть это толщина образования, это статус крово-резекции, это методическая активность и так далее. Потому что в ряде рекомендаций все-таки эти образования стадируют, особенно если мы говорим о том, что развиваются какие-то вторичные очаги при первичном диагнозе меланцитарного новообразования с неопределенным потенциалом. И опять же мы возвращаемся к тому, как транслировать вот эти вот впечатления морфологические о наличии беспокоящих факторов в клинику. И мы говорили о том, что в предыдущей версии классификации была такая система MPDX классов, которая позволяла по типу схемы Bayratz транслировать морфологические впечатления, ассоциировать их с необходимостью клинических действий дальнейших в этой области. То в новой версии классификации мы видим и новую версию вот этой вот схемы, так называемого клинического прогнозирования. И это MPDX класс версия 2. Количество классов уменьшилось с 5 до 4. Фактически у нас есть 2 класса для промежуточных образований и 2 класса 3 и 4 уже для меланом, для тонкой меланомы и меланомы толстой условно. Соответственно рекомендации по ведению пациентов с установленным диагнозом меланомы, они соответствуют международным и локальным рекомендациям. Что касается первых 2 классов, то фактически все новообразования и меланцитарные с промежуточными чертами делятся на 2 группы. Это опухоли low-grade или низкого злокачественного потенциала течения. И видите, это очень низкая частота прогрессии. То есть у пациентов, которые относятся к этой категории, вероятность прогрессирования возникает у пациентов у одного из 100 или 10 тысяч пациентов. Есть группа с high-grade дисплазией, с high-grade промежуточными чертами, где на порядок выше вероятность неблагоприятного течения. И эти новообразования требуют реэксизии с отступом менее 1 см. Что удобно на сегодняшний день и для патологов, и для клиницистов прописаны более четко и конкретно, какие новообразования стоит относить к тому или иному классу. Потому что в предыдущей версии это была очень описательная категоризация и экстремально субъективная, как с точки зрения морфологической, в первую очередь. Здесь же мы видим уже конкретные нозологи или конкретные категории прописаны, их отнесение к классу и клиницисты, и патологи могут более эффективно использовать эту схему. Более того, вы видите, есть раскладка опять же по патогенетическим вариантам, какие новообразования к какому классу относятся. Вот эта реформация связана еще и с тем, что первая версия классификации была разработана по большому для мелансиарных новообразований, самых частых, которые составляют 80-85% всех мелансиарных новообразований. Это те опухоли, которые развиваются на коже, подвергающейся периодической инсоляции. И она, в общем, мало была адаптирована для новообразований с другим патогенезом, в первую очередь для спецоидных, потому что и с точки зрения морфологических критериев АТП или дисплазии, эта категория стоит особняком. Новая версия MPAD DX классификации, конечно, покрывает уже и эту сферу, и гораздо более удобно и может быть эффективно использована в клинике. Но посмотрим ближе, что происходит непосредственно с классификацией. Какие-то видимые изменения мы можем обнаружить в разделе, опять же, для самых частых новообразований, периодически инсолируемой кожи. И вы видите, что невусы объединены в один раздел. Это очень логичное решение, потому что фактически юнкциональный, сложный и дермальный невус – это не разные нозологические единицы, это стадии развития одного новообразования, то есть это этапы фактически созревания невуса, его возникновения, роста и созревания. Поэтому закономерно, что они, собственно, объединены в одну категорию. Но вот, собственно, привлекает наше внимание то, что появилась группа, которая заглавлена как меланоцитомы. Отдельная группа вынесена в классификацию, субкатегория, и мы поближе посмотрим на то, что здесь происходит. И здесь у нас есть четыре новообразования, собственно, что их объединяет. Меланоцитомы по определению – это меланцитарный опухоль с промежуточными характеристиками, и в том числе молекулярными или биологическими промежуточными характеристиками, что отличает их от невусов наличием более чем одного молекулярного нарушения. И все эти опухоли имеют как минимум два молекулярных нарушения. Как правило, одно из них – это активация мапкиназного путителя или иным способом, а второе нарушение, собственно, нашло отражение в наименовании этих меланцитарных новообразований. И мы видим, опять же, отражение общей генеральной тенденции, которая свойственна классификациям ВОЗ последних лет – это имплементация молекулярно определенных нозологических единиц. То есть критерием классификационным становятся не чисто морфологические какие-то черты, а обнаружение какой-то конкретной молекулярной поломки. Ну, из так называемых ранее известных нам молекулярно ассоциированных новообразований здесь находится БАП-инактивированная меланоцитома. Собственно, эта опухоль считается, что развивается на фоне банального невуса, который имеет, как правило, инициальное мутационное событие в виде БРАФ-мутации в стандартной позиции, и при возникновении инактивирующей мутации в гене БАП, это биолельная делеция, как правило, эти опухоли приобретают вот такие вот эпителиоидные черты характерные и могут быть отнесены к этой нозологической единице. Почему нас это интересует? Потому что на самом деле это опухоли с благоприятным прогнозом, локальная эксцезия приводит к излечению этих пациентов. Но мы знаем, что есть так называемый БАП-1 тюмор предиспозишн синдром, то есть есть наследственный синдром, ассоциированный с, собственно, мутацией в этом гене, который помимо меланцитарных новообразований кожи включает еще и меланцитарные новообразования глаза, центральной нервной системы, как правило, это меланомы, это холангиокарциномы, это мезотелиомы, и есть данные о том, что если у пациента больше, чем одно меланцитарное образование кожи с характеристиками БАП-инактивированной меланоцитомы, это существенно повышает риск развития у него других БАП-ассоциированных злокачественных новообразований и требует его дообследования в плане выявления молекулярно-генетического наследственного синдрома. То есть это такой индикатор, который требует дальнейшего, более углубленного обследования пациента, хотя само по себе новообразование не несет, может быть, каких-то неблагоприятных последствий для конкретного человека. Это уже наш пример, собственно, закономерное утверждение, что мы видим только то, что мы знаем. То есть пока мы не знали, что есть ВНТ-активированные меланоцитомы, мы их не видели и не ставили. Если мы посмотрим на определение, то это опухоль, которая может иметь два вида морфологической презентации, либо как глубоко пенетрирующий невус, она может выглядеть либо как плексиформное новообразование веретиноклеточное. И, собственно, поэтому эти два подтипа нашли отражение в наименовании этой нозологической единицы. Это, тем не менее, невус, но новообразование с неопределенным потенциалом злокачественности также способно прогрессировать и рецидивировать. Как правило, развиваются у молодых женщин. Это уже наш случай, собственно, мы его и обнаружили не так давно, месяца полтора назад. С точки зрения диагностики, здесь может быть использовано вот это антитело Леф-1, которое на самом деле мы знаем как Т-клеточный транскрипционный фактор для Т-лимфоцитов, который аберрантно экспрессируется на Б-клеточном хроническом лимфолейкозе. А тут мы можем его использовать и для диагностики меланцитарных новообразований. Но, исходя из названия этой опухоли, она имеет мутацию в гене бета-котенина активирующую либо инактивирующую мутацию в гене ЭПС, что приводит к активации сигнального каскада с участием бета-котенина. Также это второе молекулярное нарушение в этом меланцитарном новообразовании. Также, как правило, они имеют активацию мап-кеназного пути. И с точки зрения диагностики мы можем использовать эти тела к бета-котенину, который, собственно, является белком, который является одним из компонентов цитоскелета и ассоциирован с молекулой Екатхирина, которая является молекулой межклеточной адгезии известной. И вы видите нормальная локализация этого белка в клетке. Это мембрана цитоплазматическая. Вот у нас в левой верхней части слайда есть участок нормального эпидермиса. Мы видим мембранную локализацию окрашивания. Но при мутации в гене бета-котенина, который кодируется как CTNNB1, происходит аберрантная ядерная аккумуляция этого белка, что, собственно, не должно возникать, исходя из его функции. И мы видим в этом новообразовании, уже в дермальном компоненте, ядерное накопление, что является диагностическим, и в том числе для этого новообразования. Пигмент эпидолиоидная меланцитома также попала в эту категорию. Она и раньше была в классификации. Если честно, когда там появилась вот эта группа промежуточных новообразований, которые в целом назывались обобщенными ланацитомами, возникала терминологическая путаница. То есть у нас есть просто какие-то меланцитомы, и есть вот какой-то конкретный отдельный вариант в виде пигментно-эпидолиоидной меланцитомы. Это тоже новообразование, которое имеет определенную молекулярную характеристику. Это альтерация в гене, который кодирует протеинкиназу А, помимо активации мапкиназного каскада. Кроме того, помимо, собственно, брав мутации, возможно развитие здесь транслокации с формированием химерных генов, как с участием генов НТРК, ЛК и РОС, что в общем в большей степени характерно для спецоидных меланцитарных новообразований, чем для новообразований гладкой кожи. Но тем не менее, почему нас опять же интересует это новообразование, с учетом того, что само по себе оно не несет какой-то угрозы для жизни пациента, если оно локально радикально иссечено. Потому что, с одной стороны, если мы его неправильно интерпретируем и называем его меланомой, и пациенту выполняется биопсия сигнальных лимфоузлов, то ведь до 46% позитивные сигнальные лимфатические узлы, при том, что это не ассоциировано с агрессивным течением или ухудшением прогноза. То есть опять же, это нозологическая единица, которая обращает на себя наше внимание из-за гипердиагностики, из-за того, что мы неправильно определяем показания для системной, в том числе, терапии. С одной стороны, а с другой стороны, в части случаев это новообразование ассоциировано с синдромом Корнея. То есть это опять же опухоль, которая требует дополнительного обследования пациента для выявления каких-то предиспозиций к другим новообразованиям. И последнее в этой категории – это МИТФ, активированная минуцитарная опухоль, это микроофтальмия, транскрипционный фактор. Один из транскрипционных факторов характерен для новообразования из нервного гребня, в том числе для минуцитарных. Вы видите, здесь есть два варианта в зависимости от того, какой химерный белок формируется при транслокации с участием гена МИТФ. И опять же, это опухоль с относительно благоприятным локальным прогнозом. Но почему она вынесена отдельно? Я думаю, что если посмотреть на картинку, это становится понятно, потому что мы должны дифференцировать ее со светлоклеточными саркомами. И это совершенно другая история. Поэтому здесь молекулярная дефиниция, потому что единственный способ отличить одно от другого – это только молекулярная генетика. Других инструментов у нас нет, потому что и светлоклеточная саркома, и меланцитарные новообразования будут иметь, собственно, профиль экспрессии панмеланцитарных маркеров. Единственный способ поставить точки над «и» – это генетика. Но при этом мы можем говорить о том, конечно, что не нужно со счетов снимать клиническое мышление. Если это локальное образование кожи при отсутствии каких-то других очагов, и у нас нет возможности выполнить молекулярную генетику, наверное, мы можем предположить, что это меланцитома. Если же это диссиминированный пациент, тогда, конечно, необходимо разбираться для того, чтобы не было каких-то сомнений. Но есть минорное изменение в классификации, посвященное спецоидным новообразованиям. В первую очередь здесь такое терминологическое изменение. Теперь атипическая спецоидная опухоль, названная меланцитомой, с одной стороны. А с другой стороны она впервые появляется в классификации как самостоятельная рубрика. Раньше ее в качестве отдельной рубрики не было. Она находилась внутри спецмеланом в разделе с дифференциальным диагнозом. И фактически это была провизорная или описательная нозологическая единица. Теперь она заняла свое почетное место в классификации. Хотя надо признать, что критериев морфологических с точки зрения установления этого диагноза четче они не стали. То есть проще нам не стало ее устанавливать, но она теперь есть в классификации. В итоге, если несколько резюмировать, то можно сказать, что глобальных каких-то изменений в классификации, конечно, не произошло. В первую очередь это более логичная структура. Структура, приближенная к другим изданиям пятой серии. И это, конечно, уточнение различных терминологических моментов. Помимо того, что мы имеем целый ряд молекулярно определенных нозологических единиц в этой классификации. Спасибо за внимание. Продолжение следует...